всем привет меня зовут регина тодоренко это пятница с региной мы наверное все с вами в шоке в полном от того что происходит в мире от потока новостного от информации которая вокруг нас и все пытаются не потеряться в этой информации разобраться как жить дальше что нам делать блогеры плачут от того что закрывают инстаграм веронике белцерковской грозит уголовная ответственность за ее посты и сегодня я хочу обсудить как все-таки жить в нынешних реалиях социальной сети как ей пользоваться чтобы обезопасить себя и свою семью это мы обсудим с руководителем практики защиты репутации информационных споров антоном воробьёвым антон приветствую здравствуйте регина спасибо что приехали на это интервью антон сразу хочу перейти к делу мы сейчас отовсюду слышим об ограничениях в отказе в сми об увольнениях о цензуре что вообще такое цензура и как правильно ее трактовать ну вот здесь подход двоякий потому что чаще всего они говорят когда государство принимает какие-то меры до блокировал блокирует информацию привлекает уголовной или административной ответственности а государство с другой стороны роскомнадзор тот же самый заявляет о том что нет в россии цензура нету и в целом они абсолютно правы потому что действительно с конституции запрещают цензуру а цензура это что это своеобразная премодерация контента по смыслу закона когда госорган или какой-нибудь комитет до публикации материала проверяет материал на предмет того соответствует ли он закону или ценностям пусть даже морали вот такого в россии нет это есть в странах азии ближнего востока из наверное стран западными ценностями здесь можно привести в пример новую зеландию где информация любые материалы до их публикации проверяются на предмет наличие там информации вредной для детей этим так и занимается комитет по безопасности детей то есть они проверяют любую информацию в сми которая должна попадать сается в основном материалов не периодических книг каких-то брошюр но не информации в средствах массовой информации впрочем конечно же это зависит от различных стран в россии подход другой у нас определяется перечень тем информации за которую предусмотрена ответственность то есть ты свободен говорить все что хочешь но принимаешь тем самым на себя ответственность которая может приводить либо к ограничению доступа к твоим же ресурсам да будь это сми будь это блок будь это просто страничка в социальной сети либо принимаешь ответственность за совершение правонарушения и возможные уголовно-правовые или административно-правовые риски так а перечень каких тем стоит знать чтобы не ошибиться и все-таки обезопасить себя законодательство у нас не предусматривает каких-то конкретных слов или выражений у нас есть закон об информации в котором весь прайс-лист по сути приводится но виде действительно тематик и границ критериев например среди них есть очевидные темы это явные правонарушения связанные с пропагандой наркотиков их продажи непосредственной пропагандой суицида даже героизации тех кто совершил суицид соответственно если вы рассказываете о способе совершения самоубийства если вы рассказываете о несовершеннолетним главным образом образом который совершил самоубийство будьте готовы к тому что вашу страницу могут заблокировать или сами социальные сети площадка или это может быть сделано по требованию данном случае роскомнадзора и роспотребницу здесь же и откровенные хулиганство например зацепинг это когда молодые ребята покатаются на на поездах на их крышах а до в метро безусловно это представляет опасность для их собственной жизни и вот такая информация у нас запрещена законом об информации на самом деле я могу перечислять весь список и это займет весь на а есть какая-то допустим ссылка где можно посмотреть эти темы чтобы обезопасить себя и наверняка не проводить никакую полемику об этом в россии до сих пор нет какого-то информационного ресурса который бы собрал для себя все поэтому для блогеров и для бизнеса для и просто для пользователей основная рекомендация все-таки посмотреть сам закон собрать для себя перечень тем зафиксировать его держать под рукой если вы знаете что регулярно размещаете видеозапись или регулярно комментируете новости потому что есть отдельная ответственность для средств масс информации есть отдельная для всех без исключения пользователей сети интернет перейдем к насущному том что всколыхнула общественность и честно говоря создала некую панику на заседании тверского суда москвы приняли решение о запрете инстаграм и фейсбук в российской федерации но запрет деятельности мета не распространяется на вот сап вот так как эту организацию как я понимаю огласили экстремистской пользование влечет к каким-то последствиям влечет какой-то ответственности что вот это для обычных блогеров для людей у которых был там допустим бизнес кто-то пек печеньки кто-то там продавала из ниток мыленные ковры что делать в этом случае что делать в этой ситуации когда ты не можешь зайти и воспользоваться этим ресурсом я думаю что нам еще предстоит оценить все последствия действительные потому что до внесения судом решения уже мнение юристов разделить есть подход более оптимистичный который озвучивала нам и государство связано с тем что для пользователей непосредственно для рекламодателей для блогеров ответственности никакой нет и быть не может есть подход пессимистичные наверное я его пока что придерживаюсь который все-таки предвидит риски для абсолютно всех кто так или иначе будет связан договорными отношениями будет финансировать любую деятельность в социальной сети facebook и в в инстаграме но наверное начну сначала почему вот речь идет именно о фейсбуке да и инстаграме а вот сапа тут выпадает на самом деле когда признают экстремистской организацию признают саму организацию юридическое лицо сообщества и всю либо частично ее деятельность мы называем нам случае экстремистской это первый случай когда речь идет о коммерческой организации бизнесе до этого всегда у нас экстремистами признавались либо религиозной организации секты что-то подобное либо общественно-политические организации не обязательно им быть зарегистрированными как юрлица но они должны существовать хотя бы как сообщество а вот здесь у нас появляется абсолютно новый случай когда помимо самой организации у нее есть масса потребителей есть масса тех же самых рекламодателей блогеров тех кто свои личные фотографии размещают я просто перебью прошу прощения но на сегодняшний день более 60 миллионов пользователей российской федерации в инстаграм которые ежедневно посещают данную платформу которые там работают и вот по статистике я узнала что 67 процентов пользователей инстаграм потеряют свой доход из-за блокировки более того среди этих 60 миллионов еще и наши государственные органы и некоторые публичные лица также да но что нужно учитывать какие риски во первых у нас предусмотрена уголовная ответственность даже за организацию экстремистского сообщества за участие в нем и за финансирование экстремистского сообщества и вот раньше 10 лет назад у нас верховный суд разъяснял что это означает это значит что твоя поддержка должна касаться непосредственно экстремистской деятельности если есть некая организация которая хочет не дай бог свергнуть конституционный строй в россии то предполагается да что по вся ее работа направлена на и достижение этой цели у бизнеса такого быть не может он заточен на то чтобы получать денежные средства так вот когда мы говорим об участии финансирование раньше воспринималось что твоя от любая реклама пропаганда деятельности или финансирование будет направлена именно на вот этот экстремистский кусок в отношении мета пока мы не видим решения не знаем точно но изначально речь шла о допущении угроз и насилия в отношении россиян да мета занимается куда более обширными вопросами я не исключаю что спустя 10 10 лет это мой как раз пессимистичный подход любое финансирование может рассматриваться как финансирование меты может рассматриваться как финансирование экстремистской деятельности поэтому если чтобы вас совсем не стресс не стращать конечно сейчас стоит воздержаться от публикации гиперсы гиперссылок с иконками и товарными знаками ведущими на инстаграм и на фейсбук до товары знаки у нас для того и нужны для индивидуализации этих площадок для их рекламы то есть условно если я в своем там телеграм-канале распространяю информацию какую-то вот ссылочка там вот смотрите ребята поздравляйте нас мы второй раз беременны с владом заходите смотреть фоточки соответственно это поддержание экстремистской организации я бы пока наверное воздержался от публикации именно иконок буква f на синем фоне или известный всем фотоаппарат полароид инстаграма сама по себе ссылка тут действительно вопрос времени еще нет подобных это первый подобный кейс хорошо о пользовании вот данной соцсетью у нас 60 миллионов пользователей которые сидят и постит фотографии раньше инстаграм был такой таким семейным альбомом до куда все выкладывали красивые фотографии вот я собакой вот я условно на отдыхе вот еще где-то теперь это стало такой бизнес-платформа где действительно в у многих людей основным источником является источником дохода является именно эта площадка и никакая другая потому что как бы мы растем виртуальный мир развивается это хорошо это круто сейчас кислород перекрыт люди теряют работу люди теряют бизнес и получается что они не имеют никакого права пользоваться вообще этой площадкой или пользователи все-таки имеют пока что у нас речь велась вот до этого момента только о блокировке и блокировка сама по себе не возлагает на пользователей каких-либо запретов и обязанностей вы все еще можете получать доступ все еще можете размещать там матери то есть обходить блокировку пользуясь vpn допустимо у нас есть в том же самом законе об информации действительно правила игры для операторов vpn операторы это те кто создал vpn продает его до размещают себя на сайте но не для его пользователей вот по этому закону у нас все операторы должны подключиться к специальной системе роскомнадзора выгружать оттуда запрещенные сайты и точно так же как интернет провайдеры не блокировать для пользователей это не несет каких-то рисков запретов запретов да не создает да и не так много на самом деле vpn сервисов включено в реестр роскомнадзора сейчас но опять же пока что я допускаю что публиковать там свои материалы можно но от рекламы активный этих мы своих же даже материалов и от рекламы фейсбука менты как компании инстаграма и даже вот сапа потому что нас организация признана экстремистской лучше воздержаться и даже от ватсапа лучше воздержаться как я сказал у нас признана экстремистской сама организация и мы пока не можем оценить в какой мере ее деятельность будет рассматриваться как экстремистская но пока что на ватсап вот пишет что не распространяется но это пока это связано с блокировкой вот блокировка это одно признание организации экстремистской все же вылечет другие последствия и в том числе для акционеров теперь меты для их работников например модераторов в россии у нас установлено с прошлого года поражение в политических правах например право избираться в государственную думу в совет федерации президентом для сотрудников экстремистской организации причем которые работали еще три или пять лет назад в зависимости от должности или уровня сотрудничества хорошо еще такой вопрос у меня уточняющий по поводу vpn на законодательном уровне уже блокирует несколько по моему я знаю приложение vpn уже заблокированы вот есть те еще через которые можно заходить и все таки вот чтобы наверняка все знали через vpn зайти можно обычному пользователю выкладывать свою обычную информацию как он гуляет с собакой тоже возможно vpn и с любые средства мазера пользователи из россии могут использовать прошу прощения за тавтологию я допускаю что информацию в соцсетях в инстаграме фейсбуке все еще можно публиковать но достать на рекомендую все же проверить те посты ваши которые или комментарии которые публиковались ранее на предмет наличия той же самой запрещенной информации на предмет призывов к экстремической деятельности к участию в тех или ных митингах публичных мероприятиях которые не были согласованы взять перечень и пробежаться по нему почему потому что пристальное внимание к этим площадкам сейчас может отразиться и на пользователях в любом случае если к ним есть даже другие претензии может быть связаны с другими правонарушения как раз вот сейчас хочу поговорить о запретах какие запреты есть этого сама-то запрещена информация о суициде наркотиках есть еще чуть более страшные вещи связанные с детской порнографии но здесь есть и общественно-политические темы которых я пока не касался это призывы к участию несанкционированных массовых мероприятиях это распространение материалов нежелательных так называемых организаций экстремистские материалы это те материалы которые хэдспич язык вражды либо призывы к свержению того же самого конституционного строя хорошо фрути подробнее экстремизм что это в целом что считается экстремизмом у нас уже более 10 лет есть действует закон о противодействии экстремистской деятельности который определяет по пунктам что сюда входит если кратко то можем говорить о трех больших блоках первый это распространение той информации которая уже признана экстремистскими материалами у нас минюст ведет так называемый всем федеральный список экстремистских материалов ознакомиться с ним можно прямо на сайте минюста в нем сейчас уже более 5000 позиций в основном это нацистская какая-то символика материалы связаны со второй мировой войной свастика награды но есть и современные конечно же и песни и материалы сект все они туда относятся на самом деле я думаю что если вы не связаны с общественно-политической деятельностью то маловероятно что вы наткнетесь когда-либо на эти материалы ну да свастика общеизвестно лучше воздержаться это ее использование хотя есть и ситуация довольно абсурдная примеру группы земляне есть известный песни каскадеры которую переделала другая группа немножко изменив ее текст добавить всего лишь один куплет который как раз призывает к насилию в итоге в судебном решении которая признала материал экстремистским представлены четыре абзаца песни 4 куплета песни группа землян и всего лишь две строчки из песни уже переделаны в итоге у нас в этом в этом перечне есть вполне себе известная старая песня каскадера то есть там есть неожиданные моменты для многих последние моменты которые касаются экстремизма это язык вражды тот тот самый призывы к насилию или умалению значимости той или иной нации национальности этноса или даже социальной группы например давайте убивать врачей не надо конечно же но это пример за который предусмотрена в том числе уголовная ответственность как возбуждение вражды и розни что влечет за собой это уголовная ответственность но я имею ввиду на сколько лет мы можем сесть это зависит от тяжести преступления да и будем мы говорить про 282 уголовного кодекса 281 но в целом мы можем говорить 10 до 15 лет лишения свободы как максимальные виды наказаний при наличии на уголовном составе ну и тогда мы сразу здесь с вами давайте перейдем к очень интересному на печальному кейсу некий было церковской вот на блогера завели дело за фейки а российской армии она стала своеобразным первопроходцем в деле о фейках рассказывала как пережить кризис во время трудных времен и показывала снимки предположительно сделаны на украинской территории что ей за это грозит ну вот сейчас мы знаем от трех возбужденных уголовных делах в отношении российских граждан знаем о порядке сотни административных дел возбужденных не в связи с распространением заведомо ложной информации вооруженных силах а с действиями направленными на публичное публичную дискредитацию российских войск но это тоже является экстремизмом нет это самостоятельно составы которыми дополнены в марте этого года уголовный кодекс и административный и кодекс об административных правонарушениях федерации пока что насколько видим протоколы которые составляются по административным делам они ничем не отличаются от сведений которых есть по уголовным делам в том числе в отношении белый церковской и там и там речь ведется о о самом факте использования вооруженных сил и там и там потенциально речь ведется о каких-либо жертвах почему это важно потому что сейчас в том числе из-за терминологии которые используются в ука и qap довольно сложно сказать и оценить реальный риск в связи с публикацией тех или иных материалов связанных вот ситуации вокруг нас в этой связи конечно же я бы рекомендовал вообще воздерживаться от комментирования тех или иных новостей да звучит опять пессимистично но лучше это делать что более нейтрально более нейтрально и выражает свое мнение не применительно к конкретному конфликту ну здесь человек выразил свое мнение и получается что она противоречит с мнением государства с мнением органов и соответственно человек получил возможно получит какой-то срок здесь вот проблема самого 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 закона он нам говорит дискредитацию кто вам скажет что такое дискредитация юрист использует термины и ясные у нас есть такое понятие как формальная определенные закона который предполагает что не только человек с юридическим образованием но и обычному пользователю этого закона должно быть понятно что запрещено что он может делать вот в случае с новыми статьями законодатель нас пользуют терминологию и неявную в результате которой довольно сложно оценивать что ты можешь делать чего-то делать не можешь если мы говорим об этом деле то пока могу ссылаться только на сообщение следственного комитета который не указывает конкретные слова дали выражения а указывает лишь что систематически публиковались материалы о использовании вооруженных сил об уничтожении тех или иных зданий инфраструктуры формально да это может подпадать под положение статьи 207 . 3 уголовного кодекса нового она влечет ответственность до трех лет лишения свободы там есть квалифицированные так называемые составы в зависимости от корыстных побуждений вы это делаете используем своего должностного положения но пока мы об этом здесь наверное не говорим интересный очень пример канал не бургенштерн он часто постит там абсолютно разную информацию публикует много чего и видео и фото и смешные мемы и к тому же недавно вот так опубликовал как владимир зеленский награждает бойцов какая ответственность наступает за такие ролики честно сложно говорить о том что именно там опубликовано потому что награждение само по себе никакой крамола я в этом не вижу но награждение всегда происходит за что-то за спасение жизни заслуги перед отечеством за сбитый василием теркиным самолет из ружья и если видеоролик который опубликован в этом канале или который публикуете вы содержит такую конкретику лучше от это воздержаться от этого ответственность за сведения действиях вооруженных сил не только в россии у нас установлены но установлено но и на территории украины сейчас поэтому под встречный огонь попасть можно также что грозит какая ответственность в это может быть ровно то же самое да что и в деле да да в этом деле но когда вы публикуете материала передвижение войск а и бы дислокации о жертвах нужно понимать что здесь встает вопрос другой а государственной тайне поэтому если вы даже из окна видите передвижение российских войск у нас были такие случаи во время в 2008 году во время абхазского конфликта не стоит размещать информацию об этом не стоит снимать видео это может привести к нарушению гостайны и государственной измене мы живем военное время и за это можно получить какую ответственность какую ответственность можно принести если мы будем говорить о государственной измене если мы будем говорить о шпионаже если вот иностранные лица совершают то до 20 лет лишения свободы и далее а если я просто условно делаю репосты нынешних боевых действий и ставлю какой-то там грустный смайлик или сочувствие тем людям которые сейчас переживают данные действия наверное не стоит вне полю вне политического контекста даже лучше использовать видите видеозаписи в которых нету символики какого-то государства конкретного нету конкретных мест где если человек уже сделал это если мы за последние пару недель уже увидели что как активны пользователи в том же инстаграм как активны пользователи фейсбук как все перепущивают чью-то информацию делают репосты из телеграма в другой канал и все они кочуют и и все они трактуются абсолютно по-разному вот но даже такой невинный условный репост он тоже может вызвать какие-то вопросы как я понимаю органов да сейчас по количеству возбужденных административных дел не уголовных административных мы видим что да поэтому я бы предлагал рекомендовал более внимательно отсматривать материалы что нужно еще здесь иметь в виду ответственность если возникает сейчас до в силу принятия поправок уголовный кодекс ликуап но даже материалы которые вы когда-то размещали может быть про абхазский конфликт может быть про сирию там ливию они все еще сохраняют в сети интернет то есть распространение материалов продолжается даже если вы забыли об этом уже 10 лет назад это было они могут вызвать вопрос страны правоохранительных органов даже сейчас даже если даже сейчас мы видим это по по схожему по схожим темам с к видом например у нас есть ответственность за фейк-ньюса к ви о к виде она звучит немножко по-другому в законе речь идет о недостоверной информации заведомо ложной информации об обстоятельствах которые могут причинить вред жизни или без граждан или безопасности сейчас многие блогеры да и не только блогер вообще в принципе люди обычные кто не блогеры ведут очень активную деятельность по сбору гуманитарной помощи для детей матерей для беженцев классифицируется ли это как пропаганда ну если мы говорим о конкретной ситуации общественной общественно политической то я бы рекомендовал если вы делать сбор если вы хотите помочь кому-то собирать средства для фондов не целевых что это что это значит я имею ввиду те фонды которые собирают деньги не для конкретной цели не для конкретной страны и конкретных граждан а для достижения общей глобальной цели например международная организация красного креста которая аккумулирует у себя денежные средства а затем хотя вы жертвуете и наверное с имея в голове какую-то собственную цель она лишь аккумулирует средства и по собственному усмотрению распределяет их туда где нужна гуманитарная помощь тому где туда где помощь требуется беженцам туда где идут военные конфликты независимо но их несколько сейчас по всему миру тут я не только про финансовую поддержку скорее говоря если гуманитарная помощь допустим мы собираем подгузники или необходимые для детей смеси да и они отправляются вагонами к адресату вот и плюс к тому же если мы с друзьями организовались собрались да и выкладываем ссылки в тот же инстаграм что ребята вот помогать привозить сюда по этому адресу какие-то вещи какие-то подгузники все самое необходимое для малышей мы им все это завезем это считается как некой пропагандой или это как-то противоречит закону у нас в уголовном кодексе предусмотрены несколько составов статей которые имеют потенциал именно в военное время неважно на территории россии или за пределами территории россии это государственная измена это шпионаж это наемничество например и сейчас ситуация ровно то в которой эти все эти нормы могут применяться поэтому когда мы говорим про государственную измену она включает себя в том числе финансирование страны по страны оппонента сейчас мы видим оппонентов находясь здесь в россии мы к сожалению знаем что это за страны любая помощь в том числе финансовая с такой стране представляет к сожалению может представлять собой государственную измену но если это беженцы которые приехали из украины в россии и в том числе фонды на территории россии российские фонды помогают беженцам в данном случае данной ситуации но поскольку речь все-таки идет о финансировании государства мы войны ведутся не против людей я не вижу рисков с тем чтобы помогать и беженцам или направлять гуманитарную помощь куда-то за пределы территории на которых ведутся боевые действия это примитивно к любому конфликту абсолютно все это регально это возможно вот так вот при таких условиях успокоили я заметила такую странную тенденцию как мне кажется в том же инстаграм начали пропадать люди аккаунты на которые была подписана разных медийных личностей блогеров-миллионников они начали пропадать вот на примере они лорак я так и не поняла она сама удалила свою страничку в инстаграм и и заморозили но в поисковике ее нет невозможно найти и может ли произойти так что блокировка аккаунта произошла именно из-за того что в ее аккаунте был значок черный квадрат с надписью но у нас в блокировках задействовано довольно большое количество акторов это и сами соцсети это провайдер хостингов там интернет провайдер госорганы и конечно сами пользователи и что владельцы сайтов соцсети как правило если при получении жалобы перенаправляют ее блогеру точно также государство она направляет уведомление владельца сайта которая свою очередь очередь обязан пользователю направить уведомление удали пожалуйста или мы тебя заблокируем такое правило работает почти везде кроме как раз экстремизма призывов массовым беспорядком там сначала блокируют потом уже просит удалить это исключение закон если никакой информации нету я бы допустил что это действие самого пользователя почему потому что в иных случаях пользователи блогеры сами заинтересованы в том чтобы придавать огласку тому что их заблокировали но мы видим это регулярно в сми меня заблокировали иду оспаривать мой аккаунт удалили мой комментарий удалить на это жалуются поэтому велика возможность что это было или площадка и пользователь просто не распространяется об этом или это его собственные действия а разжигание конфликта в комментариях не могло способствовать удалению аккаунта вообще площадке предоставляют возможности для работы с комментариями всем это и возможность фильтрация по определенным словам этой возможно закрыть комментарии но сейчас у нас одной стороны есть законодательство с другой стороны есть культура отмены где правила формируются за счет да и повестки тренда текущего то есть на тебя может пожаловаться энное количество людей и твой аккаунт могут заблокировать на какое-то время даже не сам сама организация то есть мета условно да может заблокировать себя в данном случае ли инстаграм из-за количества жалоб вы абсолютно правы да но я сейчас говорил хотел сказать немножко другом о том что из-за давления с двух сторон вполне возможно что сам блогер может прийти к решению приостановить свою деятельность из-за травли своеобразный вот в рамках культуры отмены а кстати травля в комментариях сейчас я достаточно много и она не только у медийных лиц но и не у медийных лиц и у кого угодно кто высказывается очень рьяно и активно на темы нынешних реалий очень много распри очень много полемики и очень много жестоких высказываний это наказуемо если мы говорим россии да и большинстве цивилизованных стран да у нас установлена ответственность за оскорбление административное установлена ответственность за то же самое возбуждение ненависти там социальных групп касается но все же очень часто информация которая в комментариях публикуют касается может содержать какие-то недостоверные свете представляет собой и клик левету или иным образом порочить автора да допустим комментарии свежий свеженькая свеженькая допустим комментарий который пишет там гори в аду пусть твоих детей расстреляют что делать в этом случае в этом случае а жаловаться в саму в соцсеть у всех социальных сетей есть правилам по модерации контента раз два блогерам опубликовать поставить фильтрацию на комментарии по тем или иным словам да надо продумать все слова их вариации как которые могут быть но так или иначе большую часть используют все же более привычные слова или их производные это лишь один из инструментов случае если соцсеть не работает если ваш подход не работает это обращение правоохранительные органы заявлением об оскорблении заявлением об унижении чести и достоинством за эту уголовную ответственность предусмотрено а или если вы понимаете что сведения о вас конкретны и порочит вас даму то мы можем говорить о клевете можем говорить об обращении в суд требования компенсации морального вреда проблема в как правило в одном всех допустим там есть ребята у кого очень небольшое количество подписчиков но при этом сейчас у них на страницах в аккаунтах разжигаются войны и там если вы при количестве подписчиков 70 тысяч до по 10 тысяч комментариев под ними прям разжигание войны люди друг на другом издеваются люди друг друга оскорбляют на каждого подавать суд ну мы сейчас говорим скорее правонарушение административном или о преступлении даже одним заявлением но тут есть нюанс анонимность анонимность за счет которой интернет нас вырос и и безнаказанность да ну а как понять тогда вот перед тобой сейчас фейк-ниус или не фейк-ниус меня допустим заинтересует какая-то одна статья вас заинтересует какая-то другая статья да я сделаю репост допустим спрошу сделаю своей странице какой-то опрос как вы думаете там правда не правда вы поддерживаете данные действия или не поддерживаете то есть все это можно распознать как распространение фейковой информации нюанс здесь в том что изначально я бы всем рекомендовал максимально проверять источники из которых уберете любую информацию в россии есть обязанность для сми проверять материалы до их публикации такой обязанности формально для граждан или организации нету ну потому что у нас нету соответствующего закона куда можно было наверное вписать это а есть ответственность закон у нас исходит и не немножко другой формулировки заведомо ложная это значит что уже на момент распространения вы знаете публикации поста вам и достоверно известно что информация ложная вот про дискредитацию войск про тот же самый ковид ситуация точно такая же и там и там заведомо ложная то есть сми заведомо публикуют ложную информацию а мы сейчас не про сми говорим про блогеров скорее про блогеров дали тот кто сейчас принимает участие в действиях вот то есть мы видим какие-то съемки нам кажется что это очевидно вот так вот и наша позиция такова мы ее сделаем какой-то репост до ссылаясь на данного человека ставим грустный смайлик соответственно что в итоге получаем в я на самом деле все равно бы здесь рекомендовал использовать лишь то видео в котором нет упоминания конкретного вооруженного конфликта сейчас в условиях изменившегося законодательства не а потому что у каждого точка зрения разная и каждый может потому что мы не можем предсказать действия правоохранительных органов в текущих условиях какие ресурсы считаются достоверными такого перечня нет да и если вы сами для себя можете оценивать наличие аргументов в публикации соответствие его заголовка его содержанию или анонса его наличие в нем ссылок на авторитетные источники или государственную формат информацию российскую не российскую зарубежную я не конфликт сейчас говорю а вообще о любых фейк-ньюс вот наверное этот те три критерия аргументация соответствие содержанию заголовка и наличие авторитетных источников это то что отличает фейк-ньюс это не фейк-ньюс обычно в недостоверном источнике будет указан анонимный какой-нибудь источник или по информации источника да СМИ имеют право не раскрывать собственные источники даже не имеют права это их обязанность но если вы по всем трем пунктам пройдетесь то скорее всего поймете что эта информация непроверяемая которую вам дают остается единственный вопрос наверное у всех зрителей да и у меня в том числе чему так доверить хотела еще узнать что считается распространением информации мы с вами поговорили уже о репостах а считается ли распространением достоверной но недостоверной информации допустим сообщение в мессенджере или в мамском чате да вот я стою в каком-то чате детского сада и мы там делимся впечатлениями какими-то видео и тому подобное считается ли это распространением информации за которым можно понести уголовную ответственность у нас в россии два подхода первый применяется как правило в делах о клевете или как раз в распространении порочи недостоверной информации в этом случае распространением считается сообщение любому другому лицу новостей сведений негативных неважно как вы это делаете устно вы это делаете публикуете ли в интернете отправляете в сообщение смс к и в мессенджер но применительно к вот их запрещенной информации ко всем ее видам подход прямо описан в законе об информации распространение это когда информация публикуется адресованы неопределенному кругу лиц неопределенный круг лиц это когда вы изначально не знаете всех поименно кому направляете информацию если вы направляете информации информацию всем работникам какой-то организации делать рассылку по всей организации и не знаете конечных адресатов это распространение если вы публикуете информацию в сети интернет так что доступ к ней не ограничен или требует даже авторизации но не вы это контролируете а контролирует соцсеть это безусловно распространение фух то есть в мамском чате можно обсуждать если там состоит небольшое количество лиц не тысячи не сотни то я не вижу рисков другое дело что если кто-то впоследствии перепечатает этот материал да и точно также разместит его скриншот например на каком-то ресурсе беру свои слова обратно отматываем девочки не выдыхаем в мамских чатах обсуждать ничего вообще я сомневаюсь что в мамских чатах чатах вы будете обсуждать вопросы свержения в действующей власти мало ли слушайте знаете сейчас обсуждают много чего и не в мамских чатах и в семейных чатах ну как бы люди высказывают свою позицию да или говорят об наболевшем но даже по всей видимости и это может распознаться как информация как распространение какой-то фейковой информации вот это у меня сильно пугает допустим я не могу поговорить там со своим отцом о чем-то потому что я боюсь если мне что-то напишет я ему что-то напишу если допустим я сейчас отправлюсь в аэропорт куда-то полететь с ребенком у меня в телефоне будет полно сообщений каких-то гневливых допустим от моего отца или мне она болевшим или от него она болевшим это ведь тоже могут распознать как какую-то деятельность несанкционированную или это может как-то я могу понести за это какую-то ответственность общение между собой я уже сказал между конкретными лицами у нас не подпадает под понятие распространения информации конечно же если речь пойдет о планировании не дай бог теракта или самих там преступление какого это другая другая история совсем которая наверное нашей встречи сегодняшний не особо касается так поняла а мне еще очень интересует вопрос что будет с медийными личностями которые поучаствовали в социальным словно флешмобе нет войне выложил черный квадратик с хэштегом вообще изначально это самый нейтральный наверное комментарий который может быть причем его в основном использовали насколько вижу те кто выражает нейтральную как раз позицию они встает на одну из сторон конфликта но сейчас мы уже видим несколько административных протоколов которые хэштег нет войне воспринимает как экстремистский материал не экстремистский материал а как информацию дискредитирующую вооруженные силы хотя изначально сами понимаем он не обязательно относится к сегодняшнему дню он может относиться и к прошлому или к будущему или касаться философских тем и не более того поэтому выражая свое мнение здесь скорее стоит оперировать творчеством те которые накопилось за сотни тысячи лет и российского государства и вообще всего всего общества цивилизованного песни видеозаписи тексты все это есть но все держит знания и пацифистская и наоборот но то есть это за собой ничего не влечет никакой угрозы даже для не медийных лиц которые тоже участвовали в данном социальном флешмоне как я сказал мы сейчас уже видим наличие административных протоколов может ли это повлечь какую-либо ответственность для тех кто для всех кто разместил может потому что этот текст сохраняется я не говорю что привлечение к ответственности в данном случае будет соответствовать закону но мы видим другую картинку читая новости и читая материалы судебные которые передаются в суд для рассмотрения дела об административных правонарушениях и даже из-за того что кто-то выложил такую иконку черную да я говорю сейчас о хэштеге скорее которые используются да по хэштегу нас очень легко найти интернет помнит все вы понимаю принимаете на себя риск и сами осознаете возможные последствия лучше в условиях текущих не публиковать какую-либо символику противоборствующих сторон лучше не допускать публикации непроверенных материалов как со стороны россии так со стороны других стран любых других стран здесь нужно понимать опять же что у нас есть и просто fake news просто заведом ложная информация которая может быть посвящена абсолютно любым сведениям она тоже может блокироваться поэтому материалы стоит проверять до их публикации да мы с вами не сми но раз мы раз интернет у нас и новые медиа заменяют сми печатные старые всем нам видимо придется перестраиваться кто еще не перестроился на этот подход этот подход наконец если вы публикуете какой-то материал стоит сразу пробежать сделать для себя чек-лист по перечню запрещенных материалов и построить работу с информацией таким образом чтобы все что вы публикуете не попадало в этот перечень было за его пределами мы поняли что нельзя а что можно можно все остальное то есть если мы говорим о творчестве если мы говорим о стихах о музыке кино даже если оно несет какой-то посыл который противоречит законодательству у нас информация воспринимается независимо от ее формы фильм ли это стихотворение или просто текст новостной с точки зрения закона одно и то же если материал содержит сведения пропагандирующий что-то он может расцениваться как запрещенный или нарушающий закон я уже приводил вам в пример ситуацию с землянами и песней каскадеры аналогичным образом у нас например запрещена героизация лиц совершивших суицид но есть при этом Шерлок Холмс который употребляет наркотики вот в отношении тех произведений где органично упоминается пусть даже табуированная тема но без нее нельзя она характеризует этого персонажа и при этом не заставляет быть на него похожим ну нибудь кого не призывает это допускается так ну со мной разобрались а что касается детей и подростков которые ведут активную деятельность в соцсетях и много чего пишут много на что делают репосты выражают свою мысль свое активное мнение на ком лежит ответственность если вот ребенок сделал какой-то репост такой который является экстремистским или поставил какую-то иконку или еще вот прошелся по всем тем пяти тысячам пунктам которые мы уже с вами обсудили на ком лежит ответственность ответственность связывается как правило у нас с достижением определенного возраста в отношении отдельных правонарушений возможно наступление ответственности с двенадцати и четырнадцати лет распространение запрещенной информации как правило в этой плоскости не лежит уголовная ответственность наступает шестнадцати лет не надо быть несовершеннолетним для того чтобы тебя привлекли но что делать вам Регина лучше он хорошо пользуется интернетом и у него есть уже какая-то своя позиция он что-то пишет я его обязана контролировать как родители понятное дело но если это выше моих сил и он что-то выложил я бы рекомендовал провести беседу с любыми детьми почему потому что ответственность вот до достижения возраста о котором я говорил действительно несут родители у нас есть административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей есть статья в уголовном кодексе за халатность со стороны родителей в конце концов в конце концов может привестись речь об ограничении лишении родительских прав далеко не все молодые люди не только несовершеннолетние студенты постарше могут оценивать свои действия с точки зрения законодательства но тем более когда у них горячие головы еще и беседа которая наверное не связана с официальными и социальными агентами школы университетом колледжем а исходит и от родителя который знает ребенка лучше это самая лучшая рекомендация здесь потому что никто не застрахован из нас от совершения того или иного правонарушения хорошо но мы проведем провели беседу но факт остается фактом вы можете контролировать в интернете есть вот такое количество критики власти вот все говно жизнь боль я хочу умереть я хочу умереть и не жить в этой стране и тому подобное такое бывает реально то что пишут дети подростки вы можете конечно контролировать абсолютно все что пишет ребенок мы здесь мы переходим в плоскость отношений отцов детей и конечно же понимаю там лучше разбираясь в том что можно что нельзя конечно же взрослые это сделать лучше но мы здесь переходим опять же в этический момент да ответственность за любое распространение запрещенной информации у нас связывается с возрастом и в случае если несовершеннолетний не достиг этого возраста ответственность может быть возложена и на родителя и в этом случае что родители получают как я уже сказал есть отдельная административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей есть ответственность за халатность уголовная при исполнении родительских обязанностей опять же можем говорить про ограничение или лишение родительских прав так что интерес здесь абсолютно у всех в том чтобы это контролировать Я думаю, что это достижимо за счет воспитательных моментов. Да, порой это просто бывает сложно, особенно найти общий язык с подростками, потому что они в кризисе, у них протест ко всему миру, они пытаются показать свое эго, доказать свою значимость, и даже иногда вот таким путем. Вы знаете даже об этом лучше, чем я. Ну что ж, хочется подытожить и попросить вас, Антон, чтобы вы рассказали каких-то 5, там, 3-5 пунктов самых основных, как обезопасить себя в сети. Номер раз. При публикации каких-то фактических материалов все-таки пытайтесь провести факт-чекинг, откуда брали, откуда берутся материалы, какие источники используются, официально они, неофициально. С учетом того, что мы находимся сейчас в ситуации военного законодательства, которое обычно и действует во время введения в режим военного положения, очень сложно проверить тот или иной материал на предмет того, откуда он исходит, от какой стороны. И поэтому, чтобы обезопасить сюда, это второе правило, лучше сохранять нейтральность и воздерживаться от каких-либо жестких комментариев, неважно в отношении какой страны или на какой стороне вы себя ощущаете. Третье правило – с учетом новостей и с учетом довольно большого числа блокировок и СМИ, и социальных сетей сейчас лучше воздерживаться от их использования, в части главным образом их финансирования, размещения рекламы. Наконец, четыре – при общении с другими лицами, да, и лучше не допускать жестких высказываний, лучше не допускать призывов к совершению тех или иных активных действий. Даже если вы видите информацию о предстоящем митинге и хотите привлечь, позвать на него друга, это может рассматриваться как призыв к участию в массовых мероприятиях. Мы возвращаемся к первому правилу. Проверяйте, кто является организатором, проверяйте, есть ли согласительные документы со стороны администрации города и законно ли это мероприятие вообще. То же самое касается практически любых действий до тех пор, пока мы не пересечем такую некую точку невозврата и обстоятельства, имеющиеся сегодня, не прекратят свои действия. Спасибо огромное. Надеюсь, что все наши зрители поняли, вы очень ясно расторговали всю информацию, но понимаем, что даже в данных обстоятельствах и реалиях необходимо быть очень осторожным.